Охранная грамота. Охранная грамота твердый знак разобрался, кто и как обеспечивает безопасность российских школ. 5. Коммерсанты 2 мая 2019 года, 10.32. За последние два года в России произошло несколько нападений подростков на учебные заведения, в результате которых пострадали как ученики, так и учителя. После каждого из них представители различных министерств и депутаты предлагали новые ограничения и правила, однако единого стандарта охраны образовательных учреждений в стране до сих пор нет. О том, кто и как охраняет сейчас российские школы и влияет ли охрана на внутреннее насилие в учебных заведениях, в материале корреспондента твердый знак Ксении Мироновой. Кто охраняет и кто контролирует охрану? За обеспечение безопасности образовательного учреждения персональную ответственность несет его руководитель. Только директор школы может нанять для охраны специализированную стороннюю организацию, и именно он отвечает за безопасность функционирования учебного заведения в целом. За соблюдение мер безопасности во время занятий отвечают учителя. Охранять учебные заведения могут сотрудники частных охранных предприятий, ЧОП, сторожа, а также сотрудники вневедомственной охраны при ОВД. Если охрана осуществляется силами штатных сотрудников, их должностные инструкции и перечень охраняемого имущества закрепляются в должностных обязанностях. Сторожами нанимают в основном граждан пенсионного возраста, и такая охрана стоит дешевле, чем услуги ЧОПа. Если договор на охрану заключается с отделом вневедомственной охраны при ОВД, его работа регулируется законом РФ о полиции. Требования к качеству и объему охранных услуг фиксируются в договоре. Как правило, в нем не прописывается конкретный перечень имущества заказчика, которое необходимо охранять, а сотрудник полиции в случае обнаружения признаков правонарушения вызывает группу немедленного реагирования. Если же речь идет о заключении возмездного договора с частным охранным предприятием, то, согласно действующему законодательству, ЧОП должен иметь лицензию на оказание охранных услуг. Лицензию выдает МВД, контроль за деятельностью осуществляют органы лицензионно-разрешительной работы. При охране школ их делят на категории, как объекты, в отношении которых существуют требования об обязательной антитеррористической защищенности. Это закреплено в постановлении правительства РФ номер 1235 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки. Утверждено 7 октября 2017 года. Постановление предписывает разделить учреждения на три категории опасности. К первой относятся объекты, в результате совершения теракта на которых могут пострадать более 500 человек, а прогнозируемый материальный ущерб составляет более 50 миллионов рублей. К второй организации, где может пострадать от 100 до 500 человек, а ущерб составит от 5 миллионов до 50 миллионов рублей. К третьей категории относятся объекты с меньшими показателями ущерба. Это же постановление устанавливает требования к мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности. Так, для всех объектов должны быть разработаны комплексы мер по выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на территорию, организации и контролю пропускного режима, пресечению действий лиц, направленных на совершение террористического акта, проведению учений и созданию резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта. Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объектов, согласно постановлению, могут проводиться на основании приказов руководителей органов, являющихся правообладателями объектов или вышестоящих органов в случае поступления от граждан жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. Фото, РИА Новости. Самыми незащищенными, как правило, оказываются небольшие школы в регионах. Так, в профсоюзе учитель отмечает, что договоры с ЧОПами обычно заключают учебные заведения, расположенные в крупных городах, а остальные охраняются вахтерами и сторожами. По словам преподавателя из Удмуртии Анны Нютиной, в маленьких школах на входе сидит вахтер, работают камеры видеонаблюдения, в то время как в больших городских школах на входе у турникетов дежурят сотрудники частных охранных предприятий. Несмотря на то, что почти в каждой школе есть видеокамеры, денег на охрану не выделяют, поэтому охрана учебных заведений осуществляется за счет добровольных пожертвований родителей, считает Анна Нютина. Преподаватель из Санкт-Петербурга, сопредседатель профсоюза учитель Марина Балуева отмечает, что в городе сейчас все школы охраняют сотрудники Росгвардии. И если раньше вахтеры могли хотя бы обеспечивать контроль пропускного режима, так как знали всех в лицо, то передача охраны школ Росгвардии, качество охраны не улучшила, такие же женщины, только в форме. О своих пришлось уволить, рассказывает госпожа Балуева. Преподаватель муниципальной среднеобщеобразовательной школы номер два города Реш Марина Шерова рассказывает, что в Свердловской области используется несколько вариантов обеспечения безопасности, состоятельные гимназии и лицеи. Они, как правило, заключают договоры с ЧОПами. Иногда родители на совете школы решают вопрос о сборе средств и по гражданско-правовому договору нанимают охрану мужчин, которые в некоторых случаях не имеют лицензии. Но чаще всего в штатном расписании у каждой школы есть ставка вахтерам, именно она используется, говорит госпожа Шерова. По ее словам, школы постепенно пытаются вводить пропускную автоматизированную электронную систему с вахтерами и сигнальную кнопку, и даже в сельских школах устанавливают видеонаблюдение. При этом преподаватель отмечает, что в некоторых школах, которые хотели нанять ЧОПы, родители писали в прокуратуру жалобы на сбор с них денег. Фото, Дмитрий Лекай, коммерсант. Помимо единых стандартов обеспечения безопасности, нет в России и единой системы финансирования охраны школ. В результате самыми незащищенными, по мнению экспертов, оказываются небогатые школы в не очень крупных городах. Если в селах все друг друга знают и для обеспечения безопасности хватает тревожной кнопки, камеры минимального пропускного режима, а в больших городах у школ есть деньги на квалифицированную охрану, то в средних школах при относительно большом количестве учащихся штатных сотрудников охраны не хватает. При этом даже в Москве, где власти полностью берут на себя финансирование охраны, согласно данным портала «Газзакупок», двухлетний контракт на охрану всех столичных школ обошелся городскому бюджету более чем в 14 миллиардах рублей. Большие заказы получили частная охранная организация «Евроальянс» и «Чопщит». И где ситуация, по мнению экспертов, лучше, чем в других регионах, предлагаемые на сегодняшний день цены не позволяют привлечь к охране образовательных учреждений ведущие охранные организации страны или выделять дополнительные средства на обучение сотрудников. Так, в Москве установлена максимальная цена на месяц охраны для школы в 124 тысячах рубль, а стоимость услуг вне ведомственной охраны Росгвардии, как сообщал РБК, составляет больше 300 тысяч рубль в месяц. Если бюджет города не в состоянии финансировать платные охранные предприятия, этим занимается родительский комитет. Сумма обычно взимается из денежных средств фонда класса. Безопасность за турникетом. Марина Шарова из Рижской школы номер 2 считает, что проблема психологической помощи и внутренней безопасности в школах сейчас зачастую важнее, чем безопасность внешняя. Полиция на кнопку быстрого реагирования очень хорошо реагирует. Проблема внутренней безопасности болинг, моббинг – это актуальнее. В марте 2019 года, комментируя драку в московской школе, эксперты отмечали, что агрессия в школах – это проблема, выходящая далеко за пределы образовательных организаций. Так, педагог-психолог России 2018 Ольга Юрчук в интервью «Твердый знак» осенью прошлого года говорила, что психолог должен выходить на общее собрание к родителям и учителям и объяснять, на какие особенности поведения нужно обратить внимание. Однако если в классе происходит травля, педагог, профильный или классный руководитель, «Твердый знак» всегда это видит. Сопредседатель профсоюза учитель Андрей Руде также отмечал, что агрессия в учебных заведениях – это не тенденция последних лет, а проблема, возникающая в том числе по причине недофинансирования образования и загруженности учителей отчетностью. В феврале 2019 года ученые из Института образования ВШ представили результаты анализа более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России. Они пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкивается примерно 35% учеников, а в России таких школьников – 27,5%. Жертвами агрессии чаще всего становятся дети, которых дома чрезмерно контролируют, не оказывая при этом эмоциональной поддержки. Для российских учащихся характерно замалчивание проблемы перед родителями и учителями, а число школьников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям. Тогда же результаты межрегионального мониторинга эффективности школы представил Ранхикс. Согласно полученным данным, около 70% учителей подвергались агрессии со стороны учеников, как буллинг вошел в российские школы. Однако в вопросе о том, помогает ли охрана предотвратить агрессию или буллинги решить внутренние проблемы учебного заведения, мнения расходятся. По словам экспертов, чувствуют ли себя дети безопаснее в присутствии вооруженных людей, зависит от возраста школьников. С одной стороны, на психоэмоциональном уровне, с точки зрения физической целостности дети будут понимать, что в школу не проникнет посторонний. С другой стороны, если речь идет, к примеру, о подростках, особенно с отклонениями в поведении, то их будет скорее раздражать, что их не выпускают и мешают курить за школой, считает доцент кафедры общей и социальной психологии ННГУ Наталья Дунаева. По ее словам, квалифицированная охрана сможет повлиять на внутреннюю безопасность. Если в школе есть буллинг, обученные люди могут определить зачинщиков. Конечно, то, что сторонние люди, не вовлеченные непосредственно в учебный процесс, будут вмешиваться во внутреннее дело, будет раздражать агрессора, но зато поможет избежать ситуаций, когда детей избивают в школах. По мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной и дифференциальной психологии Рудеэн Ирины Новиковой, в школе никто не воспринимает охрану как символ безопасности. Основываясь на опыте общения с коллегами-школьными психологами, могу сказать, что для детей охранник зачастую это тот, кто является препятствием для входа в школу. Например, если ребенок забыл карточку, и особенно для выхода из школы охранник не имеет права выпустить ученика из школы до окончания урока. Фото, Юрий Мартьянов, коммерсант. Дискуссия вокруг буллинга и внутренней безопасности школ возобновилась после ряда нападений в учебных заведениях. После каждого из них часть представителей власти и экспертов заявляла о необходимости увеличения количества школьных психологов и центров психологической помощи. Об этом, в частности, говорили министр просвещения Ольга Васильева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Другие эксперты заговорили также о полной передаче полномочий по охране школ Росгвардии. Тем не менее, единых для всей страны стандартов обеспечения безопасности школ до сих пор нет. Как чиновники реагировали на нападения в учебных заведениях? Сентябрь 2017, январь 2018, октябрь 2018, апрель 2019. Сентябрь 2017. Дата нападения – 5 сентября 2017 года. Где – Ивантеевка, Московская область? Что произошло? В школе номер один подросток открыл стрельбу из пневматического оружия и напал на учительницу. Пострадали 4 человека. Росгвардия начала разработку своих требований к охраняющим школы ЧОПом, какие именно не оглашалось. В целях усиления мер безопасности в Министерстве образования Московской области предложили исключить вахтовый метод охраны учреждений. Инициатива пока не реализована. Январь 2018. Даты нападений – 15 и 19 января 2018 года. Где – Пермь, Улан-Удэ. Что произошло? В школе номер 127 города Пермь двое подростков с ножами напали на учительницу и учащихся 4 класса. Пострадали 15 человек. В Улан-Удэ подросток ворвался с топором в 7 класс на урок русского языка, ранил трех учеников и учительницу, которая пыталась ему помешать, а затем попытался поджечь помещение. В Госдуме предложили передать охрану всех государственных образовательных учреждений Росгвардии. Росгвардия провела масштабную проверку учёпов по всей стране. По словам источника «Твёрдый знак», близкого к Росгвардии, в ведомстве проходило совещание, где обсуждалась необходимость взять под контроль охрану школ. Однако никакого окончательного решения принято не было. Глава Миноборнауки, сейчас глава Министерства просвещения, Ольга Васильева предложила создать единую систему охраны в российских школах. Генпрокуратура инициировала проверки в регионах. Прокуратура Пермского края выявила около 1,5 тысячи нарушений соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях в 2017. В Удмуртии проверки показали, что 77% школ республики не имеют круглосуточной квалифицированной лицензированной охраны с необходимой подготовкой и спецсредствами, а на устранение связанных с охраной нарушений в школах республики потребуется 770 миллионов рублей, которых в республиканском и муниципальном бюджетах нет. В Ижевске по результатам проверок было выявлено 11 школ, у которых договоры охраны были заключены с благотворительными, попечительскими фондами и советами, которые не имеют права доступа к системам безопасности школ. Октябрь 2018. Дата нападения. 18 октября 2018 года. Где? Керчь. Что произошло? 21 человек погиб, еще более 40 получили ранения в Керченском политехническом колледже в результате нападения, совершенного учащимся 4-го курса Владиславом Росляковым. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости передать охрану школ отчопов Росгвардии. Часть регионов заявили о выделении средств на обеспечение безопасности образовательных учреждений. В правительстве Свердловской области пообещали выделить более 2 миллиардов рублей на обеспечение безопасности из областного и местных бюджетов. Генпрокуратура РФ предъявила серьезные претензии к методическим рекомендациям Миноборнауки по обеспечению антитеррористической безопасности школ. Документ, считают в надзорном ведомстве, заведомо занижает категории опасности объектов охраны, определенные ранее постановлением правительства. Источники «Твердый знак» тогда связывали само возникновение рекомендаций Миноборна с отсутствием у образовательного ведомства средств на обеспечение безопасности в соответствии постановлением правительства РФ номер 1235 от 7 октября 2017 года. В нескольких школах Татарстана решили внедрить систему распознавания лиц, заменяющую традиционные пропуски в школы, для предотвращения попадания в школу посторонних лиц. Апрель 2019. Представители Торгово-промышленной палаты РФ и участники рынка охранных услуг разработали национальные стандарты с требованиями к охране образовательных учреждений. Документ вводит обязательное тестирование и тренировки охранников, наличие лицензии на оружие, дежурной части, группы быстрого реагирования. В апреле стандарты планируются опубликовать на сайте Ростандарта для общественного обсуждения, а после, в случае одобрения, направить в школы, однако исключительно в качестве рекомендаций. Подготовила Ксения Миронова. Продолжение следует...